Нагрудным знаком отличник здравоохранения Российской Федерации награждается Киян Светлана Ильинична. Почти 30 лет в Одинцовском инфекционном отделении. Светлана Киян из тех, кто в профессии оказался не случайно. К каждому пациенту она и ее коллеги относятся со всей душой. Именно они в самом начале пандемии коронавируса поставили на ноги первого в Подмосковье заболевшего COVID-19. Схему лечения разработали сами. Потом, правда, пришлось проверять ее и на себе. Я сама болела тяжело. Правда, я находилась дома, сама себя лечила. Можно сказать, мне повезло, наверное. Господь Бог меня сохранил, потому что я действительно болела очень тяжело. И все за меня переживали, умру я или нет. Останусь ли жива. Но я уже живу. Впрочем, самолечением врачи настоятельно советуют не заниматься. Новый штамп коронавируса очень опасен. Распространяется быстрее, по организму бьет сильнее. Это не домыслы врачей. Это практика, с которой они сталкиваются ежедневно. Люди не понимают опасности этого заболевания. И порой, когда наша бригада приезжает и отвозит на обследование, там очень большие проценты поражения. И в картах, которые я проверяю, смотрю, температура неделю, 10 дней. Не обращались никуда. Марина Булыгина со второго класса точно знала – станет врачом. Мечта сбылась. Сначала работала в Одинцово, потом в Голицыно. Ее общий стаж – 42 года. Накануне Дня медика она в числе награжденных благодарственным письмом главы муниципалитета. Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы уже сделали, за то, чем вы занимаетесь каждый день. И, конечно, от всех жителей округа, от кого коснулась работы скорой помощи за спасенные жизни. Это мне мама моя помогла. Она росла в деревне. Я бы хотела быть фершалицей. Это такая должность, все уважают. Ну вот я поступила в Боткинское училище на фершерское отделение. Почти вся трудовая жизнь Маргариты Игошевой прошла в стенах 123-й клинической больницы. Без малого – полвека. Ежедневно через нее и ее коллег проходят сотни различных анализов. Темп высокий. Но лаборанты справляются. Важную роль играет современное оборудование. Мы же раньше разводили все эти реактивы, нюхали все это, давали молоко за вредность и так далее. А сейчас все упаковано, все фабричное, все со штрих-кодом. То есть поставил аппарат и все, аппарат за тебя сделал. Мы бы вручную 200-300 биохимий, конечно, не сделали. А сейчас очень большая подмога. Распознать наличие вируса в организме пациента за полчаса. За считанные часы определить уровень антител. Все это позволяет современное клиникодиагностическое оборудование. Это очень важные достижения, потому что они позволяют поддерживать на плаву жизнеспособность учреждения. Потому что в случае выявления пациентов мы обязаны провести ряд мероприятий, которые будут приводить к закрытию тех или иных отделений. Нам пока удается этот процесс, к счастью, контролировать. И мы надеемся на то, что этот формат останется и в будущем. Врач-орентгенолог Дарья Малахова иногда представляет себя детективом. Враг коварен, умеет хорошо прятаться. Ей нужно помочь коллегам обнаружить его. Я должна разбираться в каждой тематике. От хирургии до урологии. И от моей работы очень много зависит. Во-первых, это время установки правильного диагноза. Опять же, правильность этого диагноза. Моя работа в основном нацелена на качественную работу клинических врачей. То есть в основном я, конечно, помогаю коллегам. Им успешно выполнять свою работу. И со своей работой Дарья справляется успешно. Накануне Дня медика девушке вручили благодарственное письмо от Совета депутатов округа. Дополнение – букет цветов, чтобы с новыми силами приступить к выполнению своих обязанностей даже в такой нелегкий период пандемии коронавируса. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».